репетиции меня прямо выгнали на сцену сыграть Вронского. То есть вы до этого роли, этот текст вообще не касались? Абсолютно. Нет, откуда? Вот. И вот так случайно я попал на русскую сцену. И как получилось дебют? Ну, наверное, ужасно. Я не знаю. Почему? Ну, за пять репетиции сыграть Вронского, если у тебя нет опыта, тем более у меня не было опыта играть на такой большой сцене. И вообще это сложно. Кстати, вы знаете, вот в жизни все первое почему-то очень хорошо помнится. Первый учитель, там первое это, первое это. А первую свою роль? Вот, кстати, я маленькую неправду сказал, что у меня не было опыта играть на русском. В первом спектакле в студенческом, курсовом мы играли пьесу «Шалва дадьянни», «Гущинделни», по-русски это плохо звучит, не совсем понятно, «вчерашние». Вот так в переводе, в дословном. И вот там один из персонажей – это русский наместник на Кавказе. В одном из округи наместник. И он как раз говорил по-русски, несмотря на то, что в самой пьесе он говорит на ломаном грузинском. Мы сделали такого русского, он-то понимает и какие-то вещи говорит по-грузински, но в принципе я играл на русском. Так что вот первый опыт с русским языком – это было еще в институте, вот в курсовой работе. И первая роль? И первая роль, да, которую я до сих пор очень хорошо помню и люблю. Ну, тут сразу, само собой, возникает такой вопрос. Если помнишь хорошо первую роль, то, наверное, есть и какая-то любимая роль. Кстати, а сколько вы вообще сыграли? Я не говорю спектакли, я говорю ролей. Ну, понятно. Ну, спектакли – это вообще невозможно посчитать, а ролей… Не считал, не знаю. Хорошо, отставим. А самая любимая роль? Я очень люблю роль в спектакле «Комедианты», где… Очень люблю и спектакль сам, этот, который, к сожалению, мы не играем. Ну, этот спектакль надо было просто увидеть, это не такая классическая пьеса, чтобы все знали пьесу и роль. Очень люблю роль свою в спектакле «Братья», который до сих пор мы играем в свободном театре. И мне посчастливилось из классического репертуара. Я-то много играл классику, ну, как много, достаточно. Но вот посчастливилось сыграть в последнее время в булгаковском… Ну, это инсценировка «Мастера и Маргариты» я сыграл в «Крибоедовском», я сыграл в «Воланда». Это для меня было очень серьезно, и такие детские мечты сбылись. Об этой роли, да? Да. И ее обулгаково. Да, 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 именно об этой роли. Я не хочу больше пока затрагивать театр, мы еще вернемся. Я просто, знаете, вот сейчас сижу и удивляюсь. Господи, ну, мало того, что надо иметь талант, перевоплощение, «Ну, заучить такой текст, это же…» Это же сложно. Серьезно? Абсолютно. Ну, сколько вы тратите? Ну, это техника уже, это профессия, так что, наверное, это не труднее, чем кирпичи таскать, допустим, или делать операцию хирургическую. Да. Так что, это все составляющее профессии. Я, например, понимаю так, для того, чтобы актер именно в театре, потому что кино, я не хочу очень невысоко отзываться о кино, но кино это актер сыграл, камера сняла, и, если не на века, то, по крайней мере, 100, 200, 300 раз мы будем видеть один и тот же эпизод. А в театре вы каждый раз или что-то новое, или что-то, что-то вносите. Надо входить в образ, это я понимаю, как дилетант. И вы каждый раз, каждый спектакль это делаете. А как потом выйти из него? Нет, в том-то... Нет таких случаев, что пришел домой Воландом. Нет, нет, в том-то все и дело. Вообще, когда говорят, что я вот два часа мне нужно для того, чтобы войти в образ, а потом еще три, чтобы из образа выйти. Нет, это тоже дело техники, и это не нужно никуда входить и выходить. Это все происходит на репетиции, когда ищется, происходит поиск зерна, как мы называем, зерна образа. Вот там эти главные какие-то мучения, конечно. А потом, когда это зерно уже найдешь, это уже все при себе, и это... То есть, вот эти все байки о том, что актер в гримерке сидит вот так, значит, и перед спектаклем напрягается, в образ входит. Это все на репетициях нужно делать. Может быть, я сейчас кого-нибудь обижу, и кто нас слушает, и вот хорошо вы сделали это. Кто сидит долго-долго в это все входит. Ну, я не знаю, мне, во всяком случае, достаточно ровно столько времени, чтобы переодеться, сделать грим, при том, если он необходим. Я вообще не очень люблю, не дружу с гримом. Но иногда бывает, что необходимо. Ну, чуть привести аппарат свой в рабочее состояние. И все, давай, пошел в работу. Теперь вы немножко мне эту ситуацию прояснили. Но пока оставим театр. Мы тут упоминали кино. Вернее, я упоминал. Да. Вы снимали фильмы, да? Как актер. То, что я до сих пор делал в кино, для меня это... Ну, не хочу какие-то слова резкие употреблять. Но это незначимо для меня, как для актера, для моей какой-то профессиональной карьеры, если можно так сказать. Потому что... Ну, вот мне не попался мне режиссер, да, в сценарии. Ну, бывает. Бывает такое. Нет нового... Ну, вот я сейчас сыграл, я надеюсь, очень интересную роль в одном из фильмов. Али Кот Сабадзе как раз сейчас, насколько я знаю, закончил монтаж уже этого фильма. И скоро он выйдет на экраны. Сам материал очень интересный. И моя роль очень интересно выписана. Я надеюсь, что я не подвел режиссера и не опустил планку того, что было задумано в сценарии. И хотя бы на том же уровне сыграл. Какая задумка была у режиссера. Очень на это надеюсь. То есть, это не главная роль, но очень важная. В общем, насколько я понял, вы просто искали себя. И в кинематограф. Потом, я знаю, вы еще на телевидении работали. Было, было такое счастливое время. Почему счастливое? Нет, потому что я очень люблю телевидение. И вот как-то мне не удается, несмотря на то, что у меня есть несколько телепроектов, я думаю, интересных, что-то мне не удается вернуться на телевидение уже с собственной авторской программой. Это тоже, наверное, дело не очень далекого будущего. Наверное, кому-нибудь это понадобится все-таки. Я просто очень люблю телевидение. Я, как и все телевизионщики, заразился. Этим телевидением невозможно не заразиться. Притом, я год больше, может быть, я работал в прямом эфире. То есть, вы вели свою программу, да? Как свою. В прямом эфире я ввел утреннюю программу год каждый день в 6 часов. Продолжение следует...